На этой неделе женщины всего мира, да и не только женщины, весь мир объединился в марше против насилия. Разные страны, разные континенты, разные культуры и обычаи и совершенно непохожие настроения в обществе. Страны Южной и Северной Америки, Африки, Европы и Азии. Там у каждого свои причины выйти на улицы и сказать «Мы против насилия над женщинами». В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин на разных языках говорят об одной, понятной на любом языке, проблеме. По статистике ООН, одна из трех женщин и девочек в мире испытывает физическое или сексуальное насилие хотя бы раз в жизни. Именно это один из главных факторов смерти или инвалидности. Именно прекрасный пол – это 71% от всех жертв торговли людьми. При этом три из четырех подвергаются сексуальной эксплуатации. Во всем мире более 700 миллионов девочек вступили в брак до достижения 18-летнего возраста. Избиение, насилие, торговля людьми, детские браки. Остановить. Остановить ужасающие процессы, призванные международные дни. Мобилизация глобальных процессов, мобилизация всех неравнодушных, в том числе правительство каждой отдельно взятой страны, где прошли марши против насилия. Эти же цели преследует и глобальная кампания «Окрасть мир в оранжевый цвет». С 25 ноября по 10 декабря проходит акция против насилия в ходе вооруженных конфликтов. 16 дней активных действий завершатся в День прав человека. Впрочем, куда важнее красочных элементов акций – призывы самих женщин. Сексуальное насилие во время межгосударственных конфликтов пронизывает всю историю и географию, затрагивая все возрасты и поколения. Сексуальное насилие часто называют величайшим молчанием в истории. География действительно обширная. В Латинской Америке, где сегодня нестабильно пройти мимо проблем женского насилия, не смогли. К маршу присоединились Аргентина, Уругвай, Сальвадор, Перу и Мексика. Мексика – страна-смертница. У нас в среднем по 10 случаев самоубийств каждый день. Этот год стал самым жестоким для женщин в Мексике. Мы требуем, чтобы наши права соблюдались не только на бумаге. Не осталось в стороне и Колумбия, где жестокие беспорядки и столкновения с полицией перетекли в мирные марши в защиту прав женщин. Число людей, которые мобилизуются, становится немного меньше, но мы по-прежнему не теряем чувства перемен. И стоит повторить, что этот день для женщин и против насилия. В последнее время особенно остро ощущается проблема отсутствия прав и свобод у женщин в Южном Судане. В докладах Организации Объединенных Наций за 2019 год отмечено, что сексуальное насилие в стране приобрело масштабы эпидемии, в атмосфере полной безнаказанности. Призывы к расследованию жестоких инцидентов звучат по всему миру. В самом же Судане изменения в политической ситуации дают надежду на изменения в лучшую сторону и в таких вопросах. Этот год особенный для Судана, потому что это первый год, когда была проведена массовая демонстрация против насилия в отношении женщин. Это дает чувство свободы, ведь женщины в Судане страдают от многих проблем. От дискриминации на работе до насилия. Италия, Польша, Испания и весь европейский континент присоединились к остальным в защите прав женщин. Не так давно на саммите Большой Семерки в Биорице правительство Франции выделило более 6 миллионов евро Международному фонду поддержки жертв сексуального насилия. В рамках акции в одном лишь Брюсселе 10 тысяч человек собрались, чтобы продемонстрировать свою позицию по неприятию любого насилия над женщинами. В той же Бельгии, согласно статистике, с 2017 года число убийств женщин мужьями или партнерами достигло почти 100 случаев. Удручающая статистика для европейского развитого правового общества. Насилие над женщинами имеет серьезные последствия, в том числе для наших усилий в устойчивом развитии и в искоренении нищеты. Ведь насилие препятствует участию женщин во всех сферах жизни общества, в принятии решений, влияющих на их жизнь. До 2030 года мы будем стараться решить эту проблему. Решать проблему насилия над женщинами необходимо комплексно, а без понятия о гендерном равенстве практически невозможно. Неслучайно гендерное насилие выделяют как отдельную категорию. Правозащитники неустанно повторяют. Домашнее и сексуальное насилие, харассмент – это те виды, с которыми женщины сталкиваются с своей жизнью значительно чаще, чем мужчины. Потому что они – женщины. И Международное соглашение Совета Европы, Стамбульская конвенция по защите прав женщин, на сегодняшний день включает в себя самый полный перечень видов гендерного насилия. Ведь необходимо четко понимать, против чего бороться. Впрочем, насколько эффективной окажется эта борьба по всем пунктам конвенции, зависит уже от каждого в отдельности. Мария Петрашко, Вокруг планеты.